Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ксения Бородина объявила участникам на Сейшелах ужасную новость. В случае выигрыша миллион наличными победителям никто не даст. Они получат сертификат, который смогут потратить только на свадьбу. Ваня Барзиков и Ира Пинчук согласились пожениться после окончания съемок, а их соперники Саша Задойнов и Марина Мексико признались, что они не готовы идти в ЗАГС, им нужно проверить свои чувства и отношения. Карина Багдасара рассказала, что Ваня и Ира снова поругались из-за того, что в их паре нет доверия. Произошла ссора, в итоге Пинчук послала Барзикова, а Ваня кинул ее в бассейн. Он просил не посылать и не показывать средний палец. Ира же делает все назло. Марина и Саша решают, куда же они отправятся жить после окончания шоу – в Ярославль или в Москву. После возвращения с острова Марина хочет увеличить себе грудь. Вот некоторые комментарии зрителей. Конечно, сделай грудь, как у Ритки. Мексика из тех девиц, которая в скором времени переделает себе все. Лучше носопырку себе сделай и губы нормально закачай. Ира Пинчук предлагает оставить на второй сезон Риту Керн. «Мне кажется, Маргаритку просто необходимо оставить. Таких провокаторов, как она, я в жизни не встречала и надеюсь, что больше никогда не встречу». В городских квартирах прошел отчетный концерт Школы актерского мастерства. Тема сценок – вестерны. Звездный гость на съемках Прохор Шаляпин. Рапунцель рассказывает, «На концерте наши педагоги пели песенку про меня. Рапа супер бренд, рапа супер стайл. Во всех сценках и даже в песнях каждый раз уделяют мне внимание. Мне очень приятно». Ольга Жемчугова собирает вещи. Она собирается покинуть проект вместе с сыном. «И это только одна пятая часть всех вещей», – пишет Оля. Глеб же остается на доме 2. Оля Рапунцель расстроилась, что Дима Дмитренко подарил ей не такое дорогое кольцо, как она хотела. Элен Каминская пишет, «Бедная Рапунцель опять грустит. Кольцо свадебное за 170 тысяч ей Дима не дарит. Дарит лишь за каких-то жалких 120 тысяч». Настя Волынец рассказала в своем блоге, что вернуться на проект вместе с дочкой у нее не получится. «На данный момент из-за того, что происходит у Глеба с Олей, детей на дом 2 нежелательно привозить. Так что нам предложили с Бобриком вернуться вдвоем». Марина Африкантова продолжает праздновать свой день рождения в Дубае. Уже прошел четвертый день празднования. Они веселились с Андреем и с друзьями в ночном клубе. Марина публикует в своем блоге очень много фотографий с празднования. Алена Водонаева рассталась со своим женихом Антоном Коротковым. «Расставаться с людьми порой бывает очень грустно и больно, но мне сейчас нравится то, что происходит», пишет Алена. «А еще мне нравится другой человек». Чуть позже я отвечу журналистам, а пока коротко, свадьбы не будет. Проектный психолог Михаил Козлов рассказал о том, что его, а также некоторых бывших участников Дома 2 позвали в прямой эфир, а именно Эллу Трегубенко, Кристину Дерябину и Ирину Александровну Огибалову. «Так как мы с Эллой ничего не переделывали в себе», пишет Козлов, «то мы были лишь экспертами, а не героями». Судя по всему, темой этой передачи будут пластические операции. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.